Тебя связали кумачом и опустили на колени, сверкнул топор над балачом, а притопор тебя прочел, крабовый царь великий, Кэмми! Сочи. Нормально. В городе Сочи темная ночь. Светлый и темный. Фильм такой был. В 90-е. Понятно. Можешь, вопросы у вас интересные есть. На какие темы беседуете? Вопросы интересные. Не знаю. Ну не знаю, значит нет. Кто в схватке победит? Стадо гиен? 10 гиен или 2 льва? Да. То есть 10 гиен или 2 льва, да? Да. Ну как мать сляжем. По-разному. Это есть компетит. Многие думают, что гиены не грызут этого никогда. Ну, раз вопрос так поставлен, значит надо прежимировать, что грызут. Ну, а у вас какие вопросы? Вы же, наверное, блок ведете насчет чего-то, какого-то направления. Ну, у меня 5 направлений. История, наука, футбол, политика, музыка. Наука и история, то есть вы компетентны разговаривать, то есть у вас есть историческое образование, научное образование, на тематике. Да, научное образование у меня есть, юридическое есть второе, исторического нет, но история такая вещь, что там, где нужно им эти образования, потому что... Ну, вы же тогда согласитесь, что история такая вещь, что ее переписывают все как угодно, и можно рассматривать с какой стороны. Вот поэтому в истории, историк это не образование, потому что историю переписывают. Ну, именно такие моменты там, типа, в каком году Кристилирус, там, историк какой-то, 98-й, и как бы, ну, у историка, вот я, например, когда учился, главная задача была научить меня запомнить дату. Ну, вот я о чем я говорю, что история это метафизичная наука, вы принимаете либо ту, либо иную, либо третью сторону, но развивать логически вы какие-то факты исторически не можете. Вы просто акцептируете данный факт в той или иной, так сказать, системе координат, которые вам нравятся. У одних одна, у других другая, а вот как в других новых развивать, вы не можете, вы просто акцептируете, знаете этот факт, и ему можете оперировать в диалоге, в дискуссии. Ну, но не всегда, потому, ну, не, любой вопрос надо, очень многие люди начинают оперировать досконально, не изучая, не разбираясь в вопросе. То есть, в этом моменте он некомпетентен разговаривать на данную тему. К примеру, если меня спрашивать про, не знаю, там, дедовое побольше, как оно происходило, я могу рассказать, чему научили меня в школе, а дальше я не интересовался. Ну, понятно. Ну, как, да. Дальше разговаривать и что-то утверждать я не могу, а многие кинутся и будут. Да. Как, допустим, беседуют два историка, даже профессиональных, которые находятся на разных платформах, да, исторических. Один другому говорит, что это фейк, я не согласен или я согласен. Все, дальше разговор не идет. Нет промежуточного. Ну, бывает промежуточного, что он частично согласен, то да. Но чтобы развить, чтобы переубедить, такого нет. Потому что каждый стоит жестко на своей платформе и никуда не сдвинется. Одни есть норманисты, другие гуманисты. Поэтому история – это не наука, а совокупность хронологических фактов. Хорошо, а наука, насчет чего вы общаетесь? Ну, я вообще, у меня ученая степень по физхимии, если владею. А ну-ка, тогда первый закон ума. Первый закон ума – это физика. Вам в какой, в интегральной или… А физика разве – это не наука? Нет, я скажу вам первый закон ума. Вам в какой, в дифференциальной или в интегральной форме? Ну, в дифференциальной пойдет. В дифференциальной форме. Ду равняется r на di. А по-русски это будет напряжение, равняется ток умножить на сопротивление. Это в интегральной форме. А d – это дифференциал. Я вам… Это просто, да, у равно и деленное на S просто, и все. Ток равен напряжение, деленное на сопротивление, и все. Ну, в дифференциальной форме принято… Ток, 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 препропорционален напряжению. Да, да. А первый закон Киргофа… А первый закон Киргофа, что алгебраическая сумма токов в данной точке роняется нулю, да. Ну, я ж не физик, я физхимик. Физхимик – это термодинамика, энтропия. А я понял, я понял. Знаете же… Физик – это вроде как тоже наука. Я поэтому… Нет, вы, я вижу, в физике разбираетесь. А вот скажите мне школьный курс. Я… Не, я просто инженер первой категории, я энергетик. Ну ладно. Работаю, поэтому мне приходится с этим разбираться. Ну, я ж тоже, видимо, разбираюсь в электротехнике. Хорошо. Системная единица измерения веса. Как еще раз? Единица измерения веса, системная, система Си. А что значит системная? Ну, системная, вот, секунды, ну, да, допустим, то, ампер – это системная единица, да? Ну, да. Или там… Ну, что вы имеете в виду, там, килограммы, литры, градусы? Да, 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 да. Хорошо, вот под потоком нет системной единицы, там, до ампер. По энергии. Джоуль – это системная единица. И производные килограммы, и так далее. А калория – это вне системной единицы. Ее тоже применяют вовсюду. Ну, калория, если я не ошибаюсь, одна калория, насколько я знаю, одна калория – это 1 градус, способный разогреть каплю воды, ну, поднять ее температуру на 1 градус. Правильно, правильно. Соотношение 4,2 между калорией и джоли. Да, и извлекается, то есть, калорийность пищи очень забавная. Я вот насколько читал это, ну, так полностью не разбирался, но насколько понял, что вот эта калорийность пищи и пищей обмен, в принципе, ну, человеческий обмен веществ, это немножко несопоставимые вещи. И рассчитывать калорийность пищи немножко безграмотно в том плане, что, ну, например, взять килограмм орехов, сжечь их и узнать, сколько они тепла выделяют. Ну, безусловно, да, да, это называется энтальпия вообще-то. Ну, а калорийность – это… Этальпия, оно именно получается, ваш обмен веществ и мой обмен веществ, они разные, и этот килограмм, и эту тысячу калорий, они переработают по разному. Ну, понятно. Я просто вот удивляюсь, почему до сих пор употребляются калории, хотя была мода такая, переходить на систему Си всюду, да. Вот раньше, это самое, где-то в 60-е, до 60-х годов не было такого, что Джоуль, был Дина, по крайней мере, в СССР. Ну, и в Европе тоже. Меня раз не слышал. Дина. А удельный вес слышали? Нет. Потом удельный вес заменили плотностью. Вот. Ну, ладно, хорошо. Так все же знаете системные единицы измерения веса? Системные измерения веса? Системные единицы измерения веса. Ну, килограммы, граммы, миллиграммы, что там еще, микрограммы, центнеры, тонны. Это все единицы массы. Алмаз, караты. Это все, вопричи, системные единицы массы килограмм, а остальные... Ньютоны. А вот, Ньютон, это системная единица измерения веса, правильно. Ну, то есть, значит, что-то знают, да? Да, хотя в быту происходит такая пертурбация, что неправильно называют. Значит, единица... То есть, вес измеряют в единицах масс приведенных, как называют килограмм. Там ваш вес, там, 80 килограмм. Это вообще, с точки зрения физики, это нонсенс. Но с точки зрения быта, это общепринято. Но можно сказать, что в данном случае килограмм, это не единица массы, а единица веса внесистемная, которая адекватна массе, которая давит на единицу площади, в данном случае. Ну, ладно. Ладно, это все тонкости. Вот такие дела. Ну, то есть, метон, это как производная сила, которая, она, там, ну, определяется, как исходящая сила, как-то там, не помню. Ну, хорошо, давайте, раз вы электрик, давайте по электрику. Чем отличается анод от катода? Ой, вы такие вопросы задаете, тяжелые, на самом деле. Ну, вот это, Варди, вопрос, он простой, а он, на самом деле, хитренький, да. Мало электриков отвечают на него правильно, то есть, отвечают на него частично правильно. Ну, как, анод это является, как бы, плюсом, а катод, как бы, минусом. То есть, ну, анод это... Ну, я понял ответ, да. Ответ это, ответ телемастера. Для потребителей только именно так. А для источников только наоборот. Катод плюс, анод минус. Но тут вот проблема в том, что если вы даже погуглите вот эти вопросы, что движется, плюс к минусу или к минусу к плюсу, то вот немножко разные дилеммы везде есть, потому что на сегодняшний момент создают такие схемы, где именно минус к плюсу двигаются. Ну, это, может быть, такие даже не схемы, а теории создаются. Ну, по крайней мере, в классической физике это откуда пошло? Вот ванна у вас электролитическая. Ванна электролитическая. Да, два стерня торчат металлических, да? Ну, да. Два электрода. Ну, изначально, когда это вводили, термины, постановили, что анод это тот, к которому движутся анионы. Если он потребитель тока, допустим, источник тока, то он отдает электрон во внешнюю цепь. Анион это негативно заряженный ион, он движется к одному стержню, отдает в него электрон, и электрон поступает во внешнюю цепь. Поэтому он отрицательный, поэтому он анод. Вот. Ну, то есть, да, на которой получается плюс, на аноде минус, и электроны летят к аноду, и появляется ток. Да, то есть, если потребитель только, он источник только, он отдает электрон во внешнюю цепь, вот, поэтому оно отрицательное. А потребитель, наоборот, он берет электрон из внешней цепи и в свою ванну. Поэтому, наоборот, получается катод. То есть, катион разряжается, допустим, в автомобильном аккумуляторе, там, плюс четырех до плюс двух, он дечет катоду, забирает у него электрон. Вот, поэтому, вернее, к аноду, забирает он электрон. Поэтому анод, в источнике только анод отрицательный. Ну, окей, ладно, понял. То есть, что-то знаю, в общем. Да, да, что-то знаете. Ну, хорошо, есть ли вопросы ко мне? То есть, ты совершенно глупый молодой человек. Да, не, нормально. Так и подписывайтесь. Андрей из Сочи. Буду рад вас видеть. Ладно, всех благ. Спасибо за беседу. Спасибо. Великобритания утилитарная государство. Германия утилитарная государство. У них есть один... Их, в общем-то, всех и назвали русские. Потому что это глагол. Русские – это какой чей отвечает. В том случае, семя, а вы ведем За родную Россию, как гуси их рассеют. Тяжела будет Ильи, сумовеет. Дорогой. Сокровский. Русские группы. Грузилы. Специалисты есть украинский группы. Очень много... Пытается! Да. 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 Сокровский групп. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok